Доброй-доброй всем ночи! Мои юные друзья, замечательные родичи, у волшебного костра, я хочу сегодня рассказать вам сказку на ночь. Конечно, сказка хороша в любое время дня, но ночь – это какое-то особое-особое волшебное время. Ну, во-первых, ночью мы все с вами засыпаем, для того, чтобы проснуться утром и снова увидеть солнышко. Ночью мы все с вами отдыхаем, для того, чтобы днем быть полными сил. И ночью творится волшебство, на небо выходят все острое солнышко, звездочки ясные. Эти звездочки перешептываются между собой тихонечко-тихонечко, но если прислушаться, то можно услышать, о чем они говорят. Они сообщают друг другу новости, они друг другу сообщают вести, у кого что происходит. У каждой звездочки своя жизнь, у каждой звездочки своя судьба. И наша звезда, которую мы завтра увидим утром, солнышко, тоже имеет свою жизнь и свою судьбу, потому что в мире все живое. Живое солнышко, оно в центре нашего огромного солнечного мира. Но этот мир часть другого, более большого мира. И так дальше, дальше, как в матрешке. И это волшебство, потому что все взаимосвязано с солнышком. Оно дает свою силу, и мы благодаря этой силе растем с вами. Подобием солнца на небе является огонь. Огонь – это волшебный. Огонь дарит не только нам тепло, он еще связует нас с солнечной силой и сжигает все то, что должно уже сгореть, то, что должно уйти в прошлое. Уходит прошлый день, а новый день еще не наступил. Какое интересное время ночи. И мы с вами под звездами слушаем мой сказ, который заповедала мне папа Ягарку. Звездочки рассказывают друг другу свою жизнь, что у них произошло, за эти дни, за эти века, за эти столетия. И мы в этом потоке с вами слушаем сказ о большом-большом северном острове. На нашей земле, на самом-самом севере, находится волшебный остров. На нем расположена удивительная терема, связанная с солнцем. В этих теремах живут очень мудрые хранители древних-древних знаний. Около каждого терема растет сад. И в саду, конечно же, наливные молодильные яблоки. Расцветают цветы, и они тоже волшебные, живые. Они сами всплетаются в красивые-красивые веночки. И эти веночки источают удивительные ароматы. Это все благоухает на северном острове. Этот остров сохраняет память многих-многих веков. И на этом острове собраны все волшебные существа мира. Там огромная гора белоснежная, что касается звезд. И на этой горе стоит древо. Древо всех семян. Древо жизни. Великий дуб. Я, как вы сами понимаете, код Баюн тоже бывает допущен до этого древнего-древнего дуба, около которого находятся все наши волшебные существа. И птицы волшебные, и гамаюн, и сирис, и сирин, и алконост, и семарглы туда, огнеликие, прилетают, и лешие туда приходят, и водяницы приплывают, и пыльвицы кружат свои хороводы в этих удивительных венках цветов, что растут на этом острове. И самое интересное, что там живут цари всех зверей, всех рыб, всех змей, всех птиц. И вот, например, живет там царь всех медведей нашей планеты. Он самый главный медведь или ведмедь. И он знает все, что происходит в его царстве и государстве. Живет там, например, самая главная птица, самый главный сокол, всем соколам царь, или самый главный орел, всем орлам будет царь, или самый главный воробей. А почему бы нет-то? Всем воробьям царь. Каждый подумайте, вспомните, какие птицы у нас есть. И представляете, вот этот царь, он все знает, что происходит в его царстве. И если, например, кто-то из вас покормил птиц, угостил их зернышками в холодную, в холодную зиму, об этом будут знать через царя все птицы на планете. И когда вы даже в другой город приедете, они будут радостно, радостно с вами здороваться, будут вам щебетать, благодарить. Они уже знают от царя про все, что происходит. А в первую очередь происходит именно вот общение от братья. Там же живет самая главная княгиня всех рыб, белорыбеца. И она тоже знает все, что творится в водах. И она также знает, что в какой воде происходит, где чистая вода, где ее загрязняют. Там даже главная медуза живет. она всем медузам царится. А вы же знаете, что медузы, они приплывают туда, где грязная вода и очищают ее. Они очистители океанов. У всех есть свои задачи. И вот все цари, всех зверей, всех птиц, всех насекомых, главная пчела, всем пчелам пчела, представляете, все, они там сидят в кругу около этого дерева. и как раз решают, как ладить друг с другом, как сохранять равновесие. Да, там есть царь всех котов и царица всех кошек. Я, Баюн, тоже прихожу туда, когда рассказываю о вас, какие у вас вопросы возникают, потому что около этого дерева жизни творятся чудеса, молочные реки текут. И главное, что все мы о ладе говорим, о том, что нужно сохранять дружбу друг с другом, что нужно уметь сохранять красивым этот мир, добрым этот мир. А этот остров он всех слышит, потому что он хранит с одной стороны память, мудрость наших предков, пращуров. С другой стороны, он все-все зная может наладить. И поэтому, когда мы с вами общаемся с этим островом, то, конечно же, мы обретаем мудрость, обретаем силы. И вот давай сегодня на ночь ты просто вспомнишь, сколько ты хороших дел сегодня сделал. Не для того, чтобы говорить, вот я такой молодец, я так постарался. Нет. Великий Белый остров и так все знает. Там все цари, всех зверей, всех трав, всех растений, они как раз-таки соблюдают этот лад. Но они знают, если ты помог какой-то зверюшке, если ты палил растения, если ты ухаживал за кем-то тем, кто меньше тебя, то, конечно же, это улучшит нашу судьбу. Ведь мы должны беречь друг друга. Этот северный остров это великий оберег. И он оберегает нас, а сила оберега сохраняется в нашем сердце теми добрыми мыслями, теми добрыми словами и теми добрыми делами, которые мы с вами в жизни выражаем. Интересно там, красиво текут эти реки, постоянно творится волшебство, и можно узнать и у рыбы спросить мудрость рыбьего царства, и у медведя поинтересоваться, как же все медведи такие удивительные поэты. Да, они удивительные поэты. И узнать, почему всегда такие серьезные стрижи сидят, а не математики. Ну вот, понимаете, там тоже, это нам кажется, что никто ничего не понимает. Ау-го-го, как понимают. Я особенно люблю кататься с дельфинами около главного дельфина. Он живет рядом с огромным-огромным китом, который всем китам кит. и так всегда интересно. Представляете, дельфины могут сообщать друг другу. Все мысли тоненьким звуком, которые мы даже человеческое не слышим, они сообщают. Представляете, дельфин может сообщить либо одному дельфину, кому он хочет сообщить, а у всех дельфинов есть имена, а может сообщить всем сразу. Ура! На острове Северном состоялся сегодня праздник, водились хороводы, и мы получили очень важное известие с трех рек, где очищены воды, и люди стали хранить родники. Ура! Мы получили сегодня известие, что в трех лесах на планете стало чище, и там звери и птицы радуются этой чистоте, и взрастает маленькая юная Дубрава. Давайте мы тоже будем прибавлять радости Белому острову, а значит и всей нашей планете. Дорогие мои родичи, юные мои Дубравичи, завтра вместе с родителями посмотрите эту сказку еще раз, потому что она очень важная, а далее я расскажу вам еще сказки для вас, мои дорогие юные родичи. Так что подписывайтесь на наш канал, звоните в колокольчик, и я всегда буду рад вместе с моими друзьями из волшебного мира поведать вам интересное, мудрое, полезное, доброе. Спокойной ночи! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова